здравствуйте это канал максимации и сегодня речь пойдет про старый кнопочный телефон сименс с 65 такого телефона не было в моем детстве его не было ни у кого из моих знакомых не в семье не среди друзей ни у кого но я смотрел на него множе много обзоров на ю тубе и не только и модель все таки заинтересовала меня и я купил этот телефон на авито в позапрошлом году и вот только сейчас решила снять обзор на него значит что телефон из себя представляет телефон продолжает линейку 65 сименсов среди них также есть такие как cx 65 м 65 или там например c65 каждый экземпляр каждая модель сама по себе интересно но обратите внимание на как бы на букву модели с с это означает бизнес-класс в то время как м означает защищенный класс c средний класс и еще есть а ну а 65 у меня нет есть а 70 это бюджетный класс называется а 52 еще есть а это бюджетный класс cx это типа средний но усовершенствованы такой средний класс в общем мы давайте эти отложим и взглянем на наш телефон бизнес-класса во всяком случае так заявляет компания сименс и целом телефон сам по себе на настоящий бизнес-класс слабовато тянет почему мы еще в этом узнаем значит давайте рассмотрим его внешний вид выглядит очень элегантно очень красивейший дизайн который я думаю любого привлечет внимание дизайн и по сей день смотрится очень привлекательно даже тысячи двадцать четвертом году выглядит очень даже впечатляюще значит телефон вышел две тысячи четвертом году то есть и уже 20 лет телефона 2024 год вот 20 лет неплохо также как и вот этим экземпляром они тоже все вышли в четвертом году ну как экземпляром моделям этим всем значит по характеристикам что из себя представляет модель у него большой и довольно таки на то время экран 2 и 2 дюйма разрешением на 132 на 176 пикселей длина телефона 109 миллиметров ширина 48 миллиметров и толщина корпуса 18 миллиметров весит телефон вместе с аккумулятором 82 ой господи 98 грамм по цветовым решениям классический только вот такой есть еще некоторые дополнительные расцветки у которых там например вот это вот место полностью черное есть какие-то красные еще варианты и еще какие-то вроде есть в принципе по функциям а телефон в принципе повторяет вот эти вот модели но здесь как бы собственно поскольку здесь бизнес-класс тут много нового всего так сказать здесь помимо инфракрасного порта без которого семен не семен среднего класса здесь снялся и модуль bluetooth а также появилась поддержка карт памяти формата rs mmc собственно давайте попробуем ее достать ногтями я туда не достану придется зубочисткой тыкнуть на зубочистка корябается конечно тоже вот так выглядит карта памяти у меня карта памяти на 128 мегабайт в комплекте идет карта памяти на 32 мегабайта еще максимально сколько максимальный объема поддерживает телефон и я не в курсе нигде не нашел об этом информации но и что-то мне подсказывает что где-то либо до 512 либо до одного гигабайта значит давайте ставим ее обратно собственно с карты памяти и тут кстати тоже отдельная история надо ей так сказать осторожно пользоваться да только женскими ногтями мне кажется длинными туда можно достать это женщина бы наверное не стала это делать чтобы не испортить себе ногти значит по внешнему виду вот такие вот прозрачные кнопки выглядит очень элегантно хотя они довольно тонкие и и слепой человек может не разглядеть буквы на этих клавишах но при этом нажимают они довольно удобно традиционные цифровые клавиши со звездочкой решеткой клавиши вызову сброса и две функциональные клавиши вот здесь также пятипозиционный джойстик собственно говоря здесь он был довольно таки удобный и довольно прочный дополнительная еще есть софт клавиша по джойстиком которую вводит в меню в браузера эта клавишей существует еще например в c65 c65 но она здесь одна как бы одинарная клавиша то есть мы нажмем просто не попадаем в браузер вот пожалуйста попали в браузер а здесь эта клавиша двойная она жмется вот здесь и вот здесь слева и справа в центр она как бы двойным нажатием как бы жмется это немножко странно не знаю зачем так сделали в любом случае что влево что вправо нас все равно будет браузер собственно говоря также помимо в лютуса и карт памяти здесь камера получила поддержку 1.3 мегапикселя раньше было 0.3 как вот в этих моделях а в c65 вообще 0.1 мегапиксель был здесь уже 1.3 мегапикселя впрочем камеры все равно оставляет желать лучшего но они еще поговорим здесь так помимо камеры находится гнездо для подключения внешней антенны традиционная сименсовская тоже здесь на вот на месте камеры должны быть и надписи что там 1 и 3 мегапикселя там все дела но как как только я купил его с авито она почти сразу же отклеилась и и выбросил она держалась на соплях и и просто отклеил выбросил значит эта сторона оснащена кнопкой регулировки громкости которых не было вот на вот этих всех моделях с этой стороны окошко инфракрасного порта как я уже говорил здесь разъем для ремешка здесь разъем под зарядку и для карты памяти значит по характеристикам помимо поддержки карт памяти есть встроенная память на 10 целых 32 сотых мегабайт по интернету здесь в ap 2.0 и gprs который нифига не грузит ну как бы раньше и с ним жили да собственно по корпусу что можно сказать классический моноблок того из довольно качественного пластика комплектацию коробка телефона мне не поставлялась но в оригинальной комплектации помимо телефона входит еще аккумулятор зарядка диск с по карта памяти на 32 мегабайта ну и инструкция собственно говоря собственно говоря давайте с ним заднюю крышку посмотрим на его внутренности сюда подкладываю бумажку потому что аккумулятор немножко отходит от контактов здесь аккумулятор не оригинальный оригинальный аккумулятор на 750 миллиампер часов он довольно таки слабый и держит довольно недолго работала не более двух дней по заверению многих здесь вот так вот выглядит разъем под сим-карту ну и здесь написано что чистокровный немец сделан в германии министерство россии нет есть экземпляры которые делалось были собраны в китае например собственно говоря поддержка связи здесь gsm 900 1800 и 1900 мегагерц собственно стандарт и связи gsm собственно говоря как и как и всегда собственно есть возможность памяти до тысячи контактов ставить ну и короче все остальное я думаю нам уже надо проверить и включив телефон давайте его включим включение стандартные клавиши вот этой вот красный вот эта надпись постоянно выскакивает что нет доступа к карте памяти но при этом карта памяти все же здесь работ в чем проблема вы потом чуть позже узнаете так я не понял почему телефон не нашел сеть меня о у меня рабочая симка стоит нет ничего не будем сохранять надо немножко яркости убавить потому что очень яркий экран и ничего наверно и будет слабо чем видно значит здесь по сравнению с предыдущими моделями немножко изменились иконки например у аккумуляторов и вот эти вот эти вот иконки тоже изменились всякие галочки попросительные восклицательные значки в принципе довольно интересно собственно вверх джойстиком у нас появляются профили вправо входящие файлы и сообщения вниз контакты собственно говоря можно распределять контакты по группам к сожалению нельзя установить отдельную свою мелодию на определенный контакт но можно на каждую группу отдельную мелодию поставить собственно здесь переключение между телефонным справочником и адресной книгой чем они различаются это в одном хранятся контакты с памяти сим-карты другой с памяти телефона собственно говоря вот собственно эта клавиша вводит нас в браузер но мы я не буду туда заходить под каждую любую клавиш можно назначить соответствующую функцию например на пятерку у меня стоит инфраказный порт на восьмерочку bluetooth bluetooth работает чуть чуть шустрее чем их порт но все равно довольно медленно и гораздо медленнее чем на современных смартфонах кстати говоря bluetooth и их порт не могут работать одновременно то есть вот смотрите мы включаем их порт затем включаем bluetooth и как видите их порт отключается появляется блютуз включаем их порт и к пор и блютуз включается появляется только их порт одновременно работать они к сожалению не могут хотя вот в sony ericsson ахо всяких даже этих лет они могли работать одновременно собственно говоря экранчик с не очень насыщенными цветами но зато у него есть большое преимущество он идеально читается под прямыми солнечными лучами даже с полностью отключены подсветкой и это реально очень большой плюс значит здесь слева и справа свои разделы которые тоже можно настраивать собственно оператор состояние сети аккумулятора даты и время при помощи джойстика мы переходим в главное меню которое здесь если вот в этих моделях вот иконки были такие то здесь они стали вот такие вот черно-белые и у них изменился дизайн собственно говоря а так иконки те же сообщения списки вызовов адресная книга интернет игры органайзер камера еще мои файлы и настройки собственно по адресной книге можно посмотреть записи создать новый контакт визитная карточка какая-то группы ну и выбрать по умолчанию какой справочник у нас будет открываться при нажатии вниз на главном экране списки вызовов это неотвеченные принятые набранные можно удалить смотреть время и стоимость можно интернет игры игры и приложение посмотрим самом конце собственно говоря в интернет заходить мы не будем здесь gprs evap 2.0 который нифигашеньки не грузит значит камера здесь здесь 1 и 3 мегапикселя и в связи с тем что как бы здесь выше разрешение камеры и связи с этим собственно фотки занимают и больше места поэтому я особо на этот телефон не фоткал потому что фотки реально занимают много места если вот камера в телефон из камеры на 0 3 мегапикселя фотки где-то 30 40 килобайт занимают здесь уже больше 100 килобайт занимает каждая фотография и это реально жрет место к сожалению нельзя сделать так чтобы снимки попадали сразу на карту памяти вроде бы нельзя же до настройки а нет можно а нет можно сохранять но только если она установлена естественно сохранять можно но все же если у вас нет карты памяти то 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 тут то вы очень легко забьете себе место если будете много фоткать разрешение действительно стало выше хотя модуль здесь все равно стоит очень дешевый собственно экономия тут все дела ну и цвета в камере довольно ненасыщенные поэтому камера все равно не привлекала большого внимания несмотря на заявленные 1 3 мегапикселя снимки получались и довольно посредственные и здесь появился также режим цвета можно выбрать черно-белый режим снимать в черно-белом это довольно прикольно можно в себе снимать но у нас стоит нормально есть возможность сделать видео до 30 секунд есть еще 5-кратный цифровой зум никакого автофокуса никаком ни о каком автофокусе здесь естественно речи не идет как с такой камерой вообще может быть автофокус значит сообщение можно создать поддерживается смс ммс также е-мейл поддерживается входящие черновики отправленные не отправленные шаблоны всякие много настроек всяких органайзер это календарь встречи задания заметки упущенные напоминания диктофон диктофон не записывать звук не качественно искажать голоса часовые пояса вот такая вот интересная вещь можно смотреть разницу во времени с городами не сказать что это сильно полезная для нас опция в принципе но кому-то реально пригодится могла бы абсолютно не исключаю кому-то это было бы интересно ну и настройки календаря естественно собственно еще у нас находится будильник также первый пункт было бы было бы меню сим-карты но моя сим-карта не поддерживает это меню поэтому этого пункта здесь нет будильник можно поставить только один можно поставить повторы распределять по каким дням он будет работать и так далее запись звука это собственно диктофон давайте его испытаем 1 2 3 4 5 это канал максима за и мы проверяем диктофон на 7x65 хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе это я загнал немного давайте послушаем такой вот диктофон он очень слабый есть калькулятор довольно таки много возможностей в этом калькуляторе конвертер величин тоже полезная функция секундомер таймер и управление строительство дистанционной синхронизации это все настройки при подключении к пк и card explorer это собственно файловый менеджер который позволяет нам попадать уже во все папки телефона вообще во вся так мои файлы мы посмотрим чуть позже давайте сначала настройки настройках есть профили мы уже их смотрели темы тем стоит довольно много из выстроенных это собственно стандартный который сейчас стоит blue абстракт космос дезерт simis и simis mobile собственно говоря я понакачал сюда и еще темок всяких разных давайте рассмотрим каждую по очереди и не только закачал вот эта темка только закачаны остальные все сделаны своими руками давайте сначала посмотрим на каждой по очереди а вот эту включим уже потом первую вот но которые в чем фишка потом узнаете этих некоторых тем blue абстракт такая вот темка довольно таки красивая эта темка была в моем экземпляре м 65 хотя ее по умолчанию добыть не должно сити эта тема сделанная была своими руками это одна из встроенных стандартных тем simis c 65 для экрана 130 на 130 но с помощью специальных программ редактирования картинок и анимации я сделала эту темку под такие экраны собственно вот пожалуйста сити я сделан также то же самое с темкой футбол ну давайте сначала и алдо тоже это и кстати не только с этими я много я много и темы еще сделал есть специальные программы если кому-то вдруг интересно действительно как я это делал пишите в коментах может быть даже сделаю обзор как я делаю темы свои есть и также если вдруг кто-то захочет что чтобы я вот если у кого-то есть симис таким экраном кто-то хочет эти темы пишите в коментах могу скинуть ссылочку на них космос одна из встроенных тем тоже такая вот черненькая темка под каждую темку здесь и не только фон на главном экране и в меню но и также заставка при включении и выключении мелодия при включении и выключении мелодия на заставке которую телефон будет впадать через сколько-то минут предварительно просмотре тем к сожалению нет но можно посмотреть и все анимации темы и картинки через за мои файлы пожалуйста вот такая вот темка честно говоря мне не сильно зашла футбол тоже одна из стройных тема сименса c65 который я сделал под этот экран поставил сюда столько тем сколько вмещает память вот пожалуйста футбол такая вот зелененькая темка люли квит одна из стройных тем сименса cx70 у меня cx70 нету и я хотел его кстати найти на авито но не смог ничего по нормальной цене и нормальной состоянии найти сименс мобайл тоже одна из стройных тем этого этой модели загрузка каждой темы занимает довольно немало времени но тем не менее мы много получаем это обычная стандартная белая такая темка и компьютерная тема xp silver которую я вам уже показывал в стиме когда снимал обзор на м65 7 из там была такая же тема эта тема своими руками вообще мной создано было такую тему вы нигде не найдете в интернете и эту тему я сделал со своими руками ну и давайте включим ту которую я хочу алло алло это стандартный классическая тема 7 cc65 вот собственно она сейчас тут стоит голубенькая вот этого темка пожалуйста вот все встроенные темы с пятого тут это стандартная ее тоже сделал под вот эти экраны собственно вот пожалуйста вот пожалуйста вот эта темка давайте ее сейчас и оставим так настройки дисплея язык собственно говоря языков довольно много в язык ввода текста фона на главном экране оператор эта картинка которая будет стоять вместо написать или два выбора цвета это фон глава фон меню заставка в который телефон и впадает в принципе можно любую анимацию выбрать я ставлю обычные цифровые часы потому что мне очень удобно так на время смотреть анимат приключения выключений прописные буквы вот можно поставить это вот такую вот такой выбор пунктов никогда не нравился никогда его не включат не включаю извините мелодия звонка вибро сигналы есть несколько вариантов громкость громкость вызовов громкость сообщений можно выбрать мелодию которая будет стоять на звонке как ты будет стоять на других вызовах неизвестных номеров а это с тех которые есть контакте также можно выбрать мелодию под группы но я контакта на группы не на группы не распределяем не и без них хорошо мелодию под сообщение мелодию под мы можем прямо отсюда перейти в диктофон настройки соединения инкогнито это настройка включает короче когда мы звоним кому-то если у нас включена эта опция номер мой не не высвечивается на не на дисплее другого нет но моя но эта функция у меня тут не работает видимо моя сим-карта и и не поддерживает второй вызов какой-то переадресации фильтр любая клавиша ежеминутный сигнал настройки телефона сигнате на сигнал нажатие клавиш можно выбрать сервисные сигналы можно автоматическое выключение сделать идентификации телефона вот можно посмотреть когда был сделан мой экземпляр 2004 мая в сентябре 17 сентября 2004 года блин ладно о прям дата рождения одной из моих одногруппниц с которой я дружу кстати ну и можно тестовые разные проверять вот тут мастер памяти это помощника удаление ненужных файлов и настройки отформатировать настройки отформатировать память настройки часов время и дата всякие передача данных собственно gprs bluetooth инфракрасный порт и так далее безопасности блокировка клавиш пин коды всякие но есть еще код телефона который блокируется при трех неверных попытках собственно у меня он уже заблокирован потому что здесь он был заблокирован изначально когда его купил чтобы разблокировать надо перепрошивать телефон какой-то там вводить код который я вообще нифига не знаю настройки сети сетевая информация но и аксессуары например гарнитур присоединить ну а теперь самый интересный раздел это мои файлы во первых мультикарты и кстати по мультикарте если вы хотите извлечь карту памяти в тот момент когда телефон включен вам нужно обязательно нажать вынуть карту если вы если вы без это если вы вынуть эти карту без этого то у вас есть риск повредить карту памяти что я уже сделал я несколько раз вы вынимал карту памяти без нажатия вот этой кнопки и в результате у меня при включении теперь постоянно высвечивается надпись нет доступа карте памяти хотя карта памяти работает я думаю и я после этого теперь не стал так больше делать вообще потому что я боюсь что можно что она может вообще потом перестать работать короче тут как-то странно это немножко сделано и тут немцы реально и явно прокололись значит здесь у нас файлы на карте памяти лежат это анимации с различных тем у нас сожалению на карте памяти файлы открытие файлов занимает гораздо больше времени чем чем спроса с файлов картинки всякие здесь все фотки которые были сделаны на эту камеру я их храню здесь потому что как я уже говорил они занимают слишком много места вот видите и занимают больше времени это от предыдущего владельца что-то осталось пятеночек такой милый от предыдущих владельцев видимо с кем-то заходом здесь у меня напичканный рингтон из всяких других моделей сименсов ских чтобы можно было послушать их на этой полифонии на их классической скины звуки всякие включение разных ну и собственно темы темы которые здесь поскольку много места на карте у меня лежат здесь вот столько вот всяких тем которые я сделал я еще сделал фунт тему funfair c65 под этот экран тоже но у меня ее нет в памяти если я вдруг ее захочу поставить мне придется удалить например тему футбол и заменить ее на эту и иногда я так делаю при пользовании этим телефоном вот пожалуйста тут много разных темок также я где сделал тему birdies таких вот экранов блок стракт тебе ничью xp под экраны 130 на 130 как в 65 собственно видео видео нету ну и картинки собственно тут mp3 файлы они у меня запускаются на 70 cx75 обзор на него сделал как и другой раз а с 65 mp3 к сожалению не поддерживает и я не знаю как ему можно было не дать mp3 еще один минус учитывая то что телефон бизнес-класса как-то немного странно ладно что у нас по рисункам значит собственно картинки с тем картинки и мс который можно отправлять сообщениях довольно много есть также рамки есть встроенный фоторедактор для котором можно использовать эти рамки можно редактировать фотку и подставлять туда что-то есть еще иконки в которых тоже можно что-то поводу фоторедактор использовать он нос бороду корону цветы уши и так далее что здесь все делают две рамки я не знаю логос но это принципе тут картинки вот эти вот некоторые они не родные потому что папки когда я купил этот телефон почти все большинство папок были пустые и вот эти картинки с ци и ци x75 у меня тут лежат какие родные картинки здесь были я понять с ними есть картинки с ммс которые можно отправлять тоже не родные я так понимаю потому что я их ци x75 сюда заклипал родных нету к сожалению не сохранились ну и картинки для главного экрана некоторые эти снимки по моему это с их порта перед переданность а нет не с их порта я просто понижал разрешение настройках камеры поэтому они тут такие вот мало вещи и видео ведь нету анимации значит анимации с тем во первых с каждой темы есть собственно можно посмотреть анимации прям файлах это очень даже и прикольно также есть и мск тоже анимации вот такие вот коротенькие ммс ки тоже анимации для собственно говоря заставок ну и для рабочего стола как бы тоже тем тем темка с xp собственно вон пожалуйста тоже есть ну и давайте послушаем сорокоголосную полифонию собственно говоря также звуки с тем у нас вот стандартная тема симельсовская с каждой темы звуки собственно свои весы мс ок тоже звуки формате айми такие вот коротенькие мелодии есть встроенные полифонические мелодии давайте их послушаем немного не только полифонические цели такие вот коротенькие есть мелодии езды а и и и и и и расслабление в стримах сила блин такие вот мелодии собственно говоря есть также рентоны которые я сюда ставил формат лав пожалуйста вот это один из хитов тех лет собственно что тут еще есть пусть пусть там вот вот такой есть например фристайлер фристайл все мелодии я целиком показывать не буду если вы хотите чтобы я показал все мелодии которые у меня тут есть пишите собственно в комментах я выложу я сделаю на влоговом канале отдельное видео где я покажу все рентоны которые тут есть ну еще всякие прикольчики типа вот это вот темы мы уже посмотрели их здесь также можно выбирать игры и из стройные игры здесь две это сия батл семенс 3d ралли и вормс сохранилась сожалению только одна это сия батл поэтому мы ее и посмотрим все остальные игры это просто закачаны мною собственно морской бой довольно интересная игра временами я засиживался в нее кстати не знаю только почему там написано 2005 если телефон 2000 если этот экземпляр 2004 года у меня ожидаем собственно говоря но в смысле я же нажал я не нажимал отменить а короче распределяем где будут стоять корабли наши а потом по клеткам короче жмем давайте просто по рандому по наставим в разных местах 4 таких 23 вот таких один из здоровенный поставим его где-то вот тут на краю и два вот таких обязательно надо поставить все вот так вот расставили начинаем играть но так надо конечно более правильно расставлять потому что я как попала раз а близко нельзя что ну давайте тут поставим флот размещен пожалуйста давайте и короче выбираем любую случайную клетку надеюсь что мы попадем в то место куда у противника есть корабль вот промахнулся нет там корабля нет и противник тоже промахнулся ну давайте сюда да и мы друг друга промахиваться будем что-либо например опять промазал опять промазал и он тоже промазал короче победит тот кто первый уничтожит все корабли опять промахнулся и он промахнулся ну давайте чуть выше так что ты будешь делать она это задал бывает уже начинает нехорошая тенденция ну-ка сюда ада мы друг друга промахиваться будем что ли а вот попадание уже есть если мы сделали попадание то следующий ход также могу сделать я то а тут уже промах ну и короче и так далее пока не будет победитель который уничтожит первые все корабли собственно по приложениям и у нас здесь что есть у нас есть и download ассистент и фотоэдитер это встроенные программы download и остальные это я закачивал сам download ассистент это загрузчик и контента правда я не знаю я сомневаюсь что сейчас он рабочий потому что скорее всего семисовские эти сервера уже давно тут уже давно давно не функционируют они функционируют сейчас точно уже не могут если эта программа вот этот них то сейчас она работать не может я не проверял потому что не хочу зашиваюсь меня бабки списывали ну и фото простенький фоторедактор что-то можно на телефон немножко подвисает простенький фоторедактор еще есть такой на котором можно выбирать фотографию и до подставлять к ней рамки иконочки как-то менять у них цвет возможности принципе тут довольно таки неплохой набор впрочем загрузочки довольно таки долгие ну чё так долго сколько можно на этот главный экран смотреть обзор уже идет 45 минут для выбираем короче какую-нибудь картинку картинка и которые это являли в лесу фотографировал ехал на велосипеде сфоткал в лесу можно добавлять рамку добавлять значок текст добавлять все такие эффекты есть деформация смягчить себе рельеф инвертировать цвета давайте инвентируем цвета каждый каждый процесс занимает какое-то время нужно выходили 2004 год телефон еще слабые были не то что сейчас вот пожалуйста негатив получился собственно посмотрели приложение это копаться в нем можно копаться ну и разная дата инфобокс это то что попадает риск порта или блютуз и сюда к сожалению нельзя сделать так чтобы с и файлы с ик порта или с блютуз и попадали на карту памяти только в память телефона поэтому закинуть сюда что-то очень большое у вас вряд ли получится ну что ж в принципе мы вроде все по этому телефону посмотрели давайте его теперь выключим такой вот телефон под конец что еще могу сказать у этого телефона есть еще такие версии как sp65 которая отличается только отсутствием камеры больше принципе ничем ну еще она отличается заставками в темах где ими написано не сименс мобайл а просто сименс и конечно в конечных заставках там короче название сайта тоже изменилось в остальном абсолютно идентичные модели модели очень редко и на авито не находил ни одной есть еще такой такая модель как sk65 это принципе аналог с 65 только без и поддержки карты памяти и собственно говоря у него была функция в чем фича была что у него была раскладная qwerty клавиатура но набор возможностей там не очень-то был высок чтобы пользоваться такой клавиатуре поэтому телефон получился провальным и не получил больших продаж имеет модели к сожалению нет если вдруг как-то появится то могу в принципе тоже сделать обзор но на авито найти довольно сложно ее тоже редкая не не очень популярная и дорогая сожалению собственно говоря если коснуться истории компании сименс его мобильного подразделения то 65 линейка наверное является последней удачной серии от сименс телефоны использовались хорошим спросом и но по большей части только благодаря невысоким ценам по соотношению функционалов и цены телефоны были очень хороши и также у них были очень привлекательные дизайн которые не могли переплюнуть все многие конкуренты но вот к сожалению 75 серия уже не смогла дать фору конкурентам на рынке и и буквально за пару лет из лидера компании превратилась в аутсайдера это привело к тому что компания банки выкупила сименс но и это не помогло уже на следующий год в 2006 банки сименс объявляет себя банкротом есть еще через год все телефоны уже были сняты с производства и собственно ушли с прилавков магазинов такой вот получился крах компании сименс а ведь многие годы до этого они были одним из лучших производителей телефонов но что сказать сименс были первыми кто выпустил телефон с поддержкой mp3 и карт памяти сименс была первой компании которая выпустила первый телефон с цветным экраном и если я так же не ошибаюсь сименс и первая я первая компания которая выпустила телефонную с форм-факторе слайдер короче успехов у них было очень много и этот бренд до сих пор является одним из моих самых любимых собственно говоря вроде на сегодня все оставался господпису за сменяю пищный видос подписывайтесь на стримерский канал блоговый канал спаде группу вконтакте собственно говоря увидимся в следующих обзорах и всем пока